Так, ребятки, всем привет! Отвлекаемся от Elden Ring'а. Прикупил еще одну игрушку. Давайте посмотрим ее. Находится в Play Market'е, то есть для каждого доступна, но за небольшую плату. Один доллар. Символически. И разработчика поддержать. И для тебя не особо дорого. Но стоит ли эта игра одного доллара? Сейчас мы узнаем. Игра называется Rock Hurts. И будем смотреть. Стоит ли эта игра одного доллара? Перемещение простое. Я играю на ПК, поэтому все заключается лишь в одном движении клавишей мыши. Перемещаем персонажа. Выполняем задание за разрушение всего, что есть на локации. А разрушить практически можно все, кроме основной текстуры. Мы получаем денежку. А на локации... Ну, конкретно сейчас я нахожусь в данже. Здесь есть различные рычажки, чтобы открывать себе путь дальше. Вот, я встречаю первого врага вместе с вами. Давайте-ка мы его зачистим. Я думаю, у нас это получится. Так, ну, пока ничего сложного просто нету. И я спокойно справляюсь. Так, это при том всем, что... Ну, игра с ПК, как вы знаете, в игры, которые созданы под телефон, не особо удобная. Ну, а пока без проблем. Сказать что-либо на данный момент... Вот я сейчас в игре провожу буквально пятую минуту. То есть, немного разобрался, походил, побегал без вас. И сразу же практически обзор с нуля запускаю для вас, чтобы получать живые впечатления. И понимание об этой игре вместе с вами. Так, эти слизни, ну, они вообще не представляют никакой угрозы. То есть, я даже не вижу, чтобы у меня шел какой-то дэмэдж. Вот, у меня 240 кп, первый уровень моего Райана. И я не вижу никакой проблемы вообще. Жду каких-то боссов. Ну, потому что игра не должна быть настолько легкой, правильно? Вот мне просто интересно. Я не буду наносить никакого дамага, он тоже мне не наносит дамага. Вот, просто вообще. Странно. Возможно, это какая-то обучающая данжа. Но, вроде как, обучение я проскипал. Не захотел я его проходить. Не вижу в нем никакого смысла. Так, рычажок бы активировать. Хорошо. Так, куча денег падает, опыт падает. Шкала опыта у нас внизу, сразу же под жизнями. Опыт, уровень, я думаю, мы получим за этот данж. Так, что у нас? Мне вот просто интересно, они будут вообще меня как-то дамажить? Ребята. Так, ну. Они вообще не атакуют, пока я не делаю удар. Я наношу удар, и они делают ответный удар. Но у меня моментально же восстанавливается хп. Если и дальше будет настолько легко, то это неинтересно. Поэтому я надеюсь, разработчики это учли. И дальше меня ждет неприятное, но приятное удивление. Неприятное, потому что, ну, проигрывать все-таки не так прикольно. Но приятно, когда это есть место в игре. Так, хорошо, активируем. Так, тут у нас засада. Давай. О, ну вот тут смотри, у меня пошел дамаг по мне. Ну, ни хрена себе. Это хорошо. Все-таки могут меня тут убить, оказывается. Вот это уже было посложнее. Так, заставочка пошла. Игра, вот один из таких минусов, это то, что она на английском языке. Хорошо, скипаем. Так понимаю, появится босс. Мы прячемся. Да, это тролль. Это горный тролль. Ну, в данном случае подземельный. Грррр, говорит он. Так, хорошо. И это все. Так, хорошо. Ну, скорее всего, у нас не будет драки с ним сейчас. Да, мы спрятались от него, и драки нету. Хорошо. Вот такой вот мир нам предлагают разработчики. Ну, локаций очень много, как по мне. И тут есть чему еще открываться. То есть, я думаю, учитывая то, что игра платная, они не будут ее забрасывать. Так, что-то у нас тут показывается. Все, что на английском я скипаю, это обычные квестовики, которые можно проскипать, чтобы не читать вот это все. И, в принципе, получить необходимые бонусы, ресурсы, которые даются за задание. Так, хорошо, идем в следующую данжу. Игра заточена чисто под данжи. Вот есть небольшой источник квеста. Все остальное это чисто подземелье. Вот я лично обожаю подземелье. И за это реально большой лайк. Потому что игр по данжам выходит очень мало. А те, что выходят, ну, откровенно говоря, очень слабые. Так, хорошо. Денежку мы собираем. Дерево собираем. Здесь есть крафт в игре. Это очень хорошо. Но что крафтить и как, будем разбираться в следующем выпуске. Сейчас же все-таки хочу посмотреть, как это драться с боссом. Что из себя представляет этот босс. Вот, кстати, мы как раз к нему и подошли. У меня уже второй уровень. Так, хорошо. Второй уровень. Red Ale Slime. Хорошо. Так. Используем вертуху. Есть у меня такой скилл. Одного слайма я убиваю. Давайте-ка попробуем убить второго. Так, отбросил. Хорошо, еще одну вертуху. Ну, это, кстати, вертуха, это круто. Кстати, 200 опытов дается. Вертуха круто, когда вокруг тебя очень много людей. Так, и level up. Так, третий уровень мы взяли. Хорошо. Так, и сундук. Так, два меча упало, я видел. Хорошо, разбили сундук. Забрали. Зачистим на это все. Так, как посмотреть. Вот, инвентарь. Хорошо, мне упало два разных меча. Тут атака минимальная 20, максимум 21. А в среднем мы наносим... А, это типа как дополнительно в комплекте, скорее всего. 32-35 дамага уходит на врага. Здесь идет тоже 30-35. 18-20. Этот будет похуже. Так, а у меня стоит 12. Ну, у меня вообще плохой стоит. Так, здесь что? 9-12. И здесь 9-12. Так, вопрос. Тут у нас что? Так. Плюс один к дамагу. Плюс один к дамагу босса. Хорошо, да. Ставим этот меч. Я могу его, да? Поставить. Да, отлично. Могу поставить. Что у меня есть еще? Ресурсы. Это что такое? Так, это свиток для тролля. Хорошо. Есть много бижутерии, которые я могу на себя подцепить. По ножей. Ну, и стандартные доспехи. Хорошо. С этим немножко разобрались. Там, по-моему, была еще одна сторона. Давайте посмотрим, что в этой стороне. Мне бы, ну, 60 дамага. Ну, ничего себе. Так. Вот. Ну, я сейчас буду быстро умирать. Я бы хотел пройти сюда и делать вертуху. Все. Вот то, о чем я вам говорил. В таких случаях просто великолепно вот использовать этот навык, когда тебя окружают. Пошли дальше. Посмотрим. Да, давай. Старт следующего приключения. Давайте-ка посмотрим. Уровень 1 из 2. Хорошо. Допустим. Так. Алибарда упала, да? Давайте посмотрим, что за алибарда. Ну, слабая. Очень слабая. Так. Слаймы. Тихо. Мне бы хотелось зайти вот к слаймам прям внутрь. Да, вот сейчас. Вот так вот хорошо. И этому мы убиваем. Ну, в принципе, дамага они мне не наносят. У меня очень много золота уже. Ну, как по мне, это много все-таки. 6 тысяч. А надо будет посмотреть, что я могу прикупить на него. Так, хорошо. Так. Пошли вверх. Ну, это все мы просто разбиваем. Это дополнительные ресурсы. Где-то кусочек дерева, где-то металл, возможно, упадет. Или же просто золото. Так. Хорошо. Хорошо. Вот, кусочек металла упал. Это, наверное, первый кусок. Хорошо. Пошли отсюда. Так. Это мы тоже можем разрушить. Кристаллы. Слаймы. Привет. Ну, третий уровень слайма просто улетает на раз-два. Так. И еще один меч выпал. Но этот... Этот будет очень крут. Крут. Слушай. 52-55. Ничего себе. Но мне нужен пятый уровень под него. Тогда на пятом уровне, возможно, он уже будет и не так крут, как сейчас. Потому что, ну, на третьем уровне это выглядит очень обалденно. Так. Что у нас тут в сундуке? Хорошо. Еще меч упал. Ну, дропа очень много. То ли я такой фартовый. То ли же здесь просто не скупятся на него. Так. И еще один выпал. Ну, тут 14-15. Хотя тоже запрещено. На пятом уровне только. Соответственно, значит, с тем мечом мне должно повезти все-таки. Так. Пошли на второй уровень. Я надеюсь, тут на втором уровне тоже будет какой-то босс нас в конце все-таки ждать. Чтобы мы не просто ради трех мечей это все проходили. Все-таки, когда есть в конце каждой данжи босс, это очень круто. Так. Вертуху. Хорошо. Так. Пять секунд идет респаун этого навыка. Ну, что, в принципе, вообще терпимо. На слаймах особо не покачаешься. За них дают по 2-3 единицы опыта. Это вот просто, как по мне, катастрофически мало. И когда там до следующего уровня 1000-2000, то, ну, сами понимаете. Так, 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 так. Хорошо. Я вертуху. Извиняюсь, 7 секунд идет на вертуху. Вот сейчас мне нужна вертуха. Даже не 7 секунд, а 7 ходов. Все, я понял, как оно все тут просчитывается. Все идет именно по шагам. Каждая клетка, каждое действие это шаг. Так, и даже если возле слайма ты не ударил его, а сделал шаг, он все равно нанесет ответку. Так, а вот тебе босс. Третий уровень, король слаймов. Хорошо. Давайте-ка посмотрим, что из себя представляет король слаймов. Я бы хотел его убить таки. Ну, дамажит, да. Что-то наносит. Что-то по дамагу все-таки есть. Так, я крутану. Чтобы убить тех, кто вокруг меня. Я, знаете, еще и могу и проиграть, мне кажется. Так, не хотелось бы. Вертушечку. Пошла. Не, затащим. Должны затащить. Отлично. Так, король слаймов повержен. А, отлично. Что мы должны за это получить? Так, я думал он восстал. Я аж испугался. Думаю, у меня там жизни-то нету. Я не затащу. Так. Хорошо. Нет, конечно, мы... А, да, мы это проскипаем. Отлично. Вот. Я немножко не зато подумал скип. Думаю, меня уже отсюда выгоняют. Я еще тут ничего не залутал. Там есть сундучок. Меч у меня, в принципе, пока нормальный. Он тащит. Мне бы что-то по доспехам. Вот как раз хорошо, да. И я хочу же дойти до конца это подземелье. Так. По доспеху мне щит упал. Щит тоже на пятый уровень. Защита плюс девятнадцать. И плюс девятнадцать еще идет. Хорошо. Но это неплохо. Пошли дальше. Там можно было в следующую сторону пойти. Надо посмотреть. Я не уверен, что здесь будет прям что-то много. Либо же проход в следующую данжу, как в предыдущем случае. Если так, то это круто. То есть можно будет с одной так. Все это мы будем. Тогда получается, можно будет с одной данжи проходить в следующую сразу же. Так. Новая миссия. Хорошо. Так. И еще один ларец есть. Великолепно. Так. Алибарда упала. И верно все. Да. Здесь все. Так. Ну что, друзья. У меня складывается мнение об этой игре только позитивное. Единственное, что хочется видеть в игре, это русский язык. Но вот так, я думаю, мы продолжаем ее снимать. Она крутая. Она интересная. И она имеет место быть на канале. Так что ссылочка на игру будет в описании. Не забывайте прикупить и себе. Очень крутая. Всем спасибо. Пока-пока.